Сходила в магазин, купила вот такие продукты. Гречку взяла, горох, ячневую крупу, морковки 3 штучки взяла, дрожжи взяла вот такие, кефир и молоко. Вот. И всё. Отдала за всё. За это я 150 рублей. В общем, скидка 7 рублей, 157, скидка 7 рублей там с копейками. В общем, получается, на 150 рублей я взяла вот такой вот ассортимент. А вот майонез забыла, придётся делать самой. Вот так. Привет, мои хорошие. Сегодня у нас жарко, тепло, 28 градусов. Я решила поболтать на улице. Дома у нас холодно. Холодина. Хоть прям печку затапливай. А на улице тепло. Вот и погода, говорю, не поймёшь как. У меня мусор ещё валяется везде, нигде это ещё не убиралось. Ветер растаскивает. Вроде стаскаешь в один угол, а всё равно потом разлетается. Ну, я не особо заморачиваюсь всё-то. Так вот. Проглядывала ролики, я как всегда делаю, смотрю, там интересно мне что, заглянула. Ну, вот отсмотрела один ролик. Как прожить неделю на 500 рублей? Ну, на 500 рублей можно ещё, я говорю, прожить неделю. У кого, смотри, конечно, какие доходы. Я вот пошла уже неделю, вторую, живу на 200 рублей. А как по-другому? Не знаю. Вот поэтому как бы я так решила просто тоже создать такой ролик. И посмотрите, что я готовлю. То супы какие-то, то каши варю такие простые. То гречневую кашу, можно её с молоком, можно её обжарить с овощами. Если сосиска есть, если хорошо, или колбаска какая там, фаршик, можно тоже сделать. Раз так, раз так поесть. Дёшево, в принципе, и сердито, всё, что есть. Но если нет мяса, можно просто с луком, с морковкой обжарить. В принципе, да любую кашу. Я вот делала ушки, кто смотрел. Тоже легко, просто, в принципе, и вкусно. Вот. Так можно ещё прожить как-то. Конечно, знаете, честно сказать, ну, не хватает. Чего-то вот ешь вроде бы всё, да. А чего-то ещё как будто бы не хватает. Понятное дело, ну, где бы мясо, где бы рыба, но этого нет. Вот стараюсь, как говорится, до своей получки как-то прошить. То гороховый супчик, то простой вермишелевый. Ну, так вот, ну, каши. Ну, как-то так перебиваюсь. С утра там овсяночку можно покушать. Ой, что ещё можно? Там чай попил с чем-нибудь как-нибудь. Простенько, бутербродик там или ещё что-то. Ну, потихонечку так вот крутимся. Если есть капуста, то можно с капустой потушить, там что-то сделать тоже. Единственное, что, ну, если мяса нету, то уже как будто бы всё. Нет, и без мяса неплохо, конечно. Ну, как получается. Так что, можно посмотреть, что я там, некоторые рецепты я выложу. Ну, там, посмотрите, какие я что готовила. Так что, вот так. Как-то так. Что-то у меня сегодня давление. Мучает. Прям вообще не могу. Что-то Люсика там взбунтовалась. Я сегодня стиралась, убиралась так потихонечку. День прошёл. Ну, вот, не знаю почему, но давление к вечеру поднялось. То ли опять дождик будет, погода меняется, то ли что. Непонятно. Не знаю, как будет меня слышно. Просто ветер. Ну, ладно, мои хорошие. Вроде бы я вот так вот, да, я вот показала там, вроде всё рассказала, как бы. Всё, что готовила, я вам покажу за эти дни. Единственное, что я только гречку не сварила, не показывала ещё. Ну, я думаю, гречку и так, знаете, что это всегда как бы палочка-выручалочка. Когда есть нечего, например, или что-то, у меня есть всегда в запасе гречка. И я гречку варю, если есть молоко. Я вот там показывала вам, покупала молоко, если не, ну, увидите. Вот, я её люблю вообще-то с молоком. Но иногда я делаю, да, с поджаркой такой, если позволяет мне аргамин, когда не всегда так получается. Ну, то блинчики я пекла, то оладушки делала на кефире. В принципе, вот так мои вот эти недельки проходят. В общем, смотрите, там всего понемножку. Всем пока. Смотрите. Поставила варить гороховый суп. Горох промыла хорошо, до чистого. И поставила вот всё. Налила воды в кастрюльку, наливаю без картошки. И сразу заливаю горох водой. И ставлю на огонь. Всё. Остаётся только следить. Потом пожарю лук и морковку. И будет супчик готовенький. Ещё, да, я, когда долго, если варится, то я добавляю соду немножко. Если не разваривается горох. Я люблю такой, как типа между кашей и супом. Что-то такое. Или как жидкая каша. Вот мне это нравится. Всё. Суп мой уже почти готовый. Пережарку бросила туда. Всё. Сейчас минут пять, потому что там зелёный лук и петрушка. Я сейчас минут пять и выключаю. Сделала вот такую закуску я сегодня. Очень вкусная на праздники. Да и так просто можно сделать иногда, покушать. Просто прелесть. У меня блинчики оставались. Вот со стеклой. Я приготовила ушки. Сделала обжарку. И смешала всё сливочное и растительное масло. Обжарила лук. Ушки положила туда, обжарила. Прекрасная еда. Сытная и вкусная, и лёгкая, и дёшево. Так что вот. Сварила сегодня супчик. Простой вот такой. Одна сосиска была у меня. Я её туда бросила. Так. Чуть-чуть для вкуса, для запаха. Смотрите, как красиво, да? Какая красотулечка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...